Книга «Открытым окон», том 25, тема литературы, вопрос 3716. У Солженицына есть выражение «Сбережение народа». О чём он ратует до сего дня? Что это и почему это сбережение не даёт ему покоя и никого, как будто больше так не волнует из знатных людей? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Сбережение значит беречь, не транжирить, не уменьшать, не тратить попусту». Александр Исаевич даёт выкладки «Сколько потеряно было Россией там, где ей век не нужно было бы быть в прошлые века? Людей, своих подданных не нужно тратить зря. И везде, и в войнах, в революции, в репрессиях речь идёт о миллионах». Слова писатель говорит правильные. Он искренне верит, что можно улучшить через реформы, через самоуправление и опыт снизу. Допустим, что все до одного жителя страны будут покорны его словам и будут делать так. И что? Разве человек станет внутренне другим и получит бессмертие? Пока люди не примут Христа, Бога истинного, ничего лучше не будет. Да и нужно ли много населения в стране? Бог вывел свой богоизбранный народ и потом зарыл их в песок. Сираха 17, 11-12. «Равно как и 600 тысяч человек, соединившихся в жестокосердии своём. И хотя бы и один был непокорный, было бы удивительно, если бы он остался ненаказанным. Ибо и милость, и гнев во власти его силен он помиловать и излить свой гнев». И излить гнев. «За отступление от Бога народ будет поражён, и правители вместе с народом будут навозом для земли». Псалом 77, 34. «Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу». Плач 2, 21. «Дети и старцы лежат на земле по улицам. Девы мои и юноши мои пали от меча. Ты убивал их в день гнева твоего, заколал без пощады». «Нужно жить по Библии, исполняя святые заповеди Божии». Второзаконие 6, 15. «Ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа, Бога твоего на тебя, и не истребил он тебя с лица земли. И кто может сберечь народ, который приговорён Богом идти на истребление?» Почему же это не берут во внимание? Псалом 106, 39. «Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби». Иез Икея 5, 15. «И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобою суд во гневе и ярости, и в яростных казнях. Я Господь изрёк сие». Иеремия 12, 17. «Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь». И Гефсиманский сад дремал, его платаны и миндали, недвижно в сумраке стоял и лишь украдкой пробегал по их верхушкам напоённый, благоуханием ветерок и лунным светом озарённый. Местами зыбился листок, и там, под гнётом жгучей муки, простёрт во прахе он лежал и, воздавая к небу руки, вопя и плача восклицал. «Душа моя оскорбит смертельно, владыка правый, отче мой, я неуклонно, безраздельно носил доселе крест святой. Но ныне, о, владыка света, тяжёл, тяжёл мой крест, воззри! На муки тяжкие мои! Да мимо идёт чаша эта!» Так он молился и рыдал, и руки к небу простирал. А в отдалении лежали ученики его и спали. И эти спят объяты тьмой. «Воззри! О, 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 отче мой!» Да идёт мимо чаша эта! Иван Никитин Воззри!